Статистика вещь упрямая, только ей нет абсолютно никакого дела до человеческого горя. Вот и ДТП, которое случилось под Волоколамском полтора года назад, так и осталось бы рядовым происшествием, затерявшись в архиве криминальных сводок, если бы не сечение обстоятельств и настойчивость наших корреспондентов. Полтора года назад Дмитрий и Виктория Степановы чудом остались целы. Но теперь Дмитрию грозит реальный срок, его обвиняют в гибели человека. Суд приходит к убеждению, что достижение цели наказания возможно исключительно путем назначения наказания в виде лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами. Степановы – обычная семья из подмосковного Волоколамска, живут скромно. Она учительница, он работал водителем. Поженились несколько лет назад, воспитывают ребенка. В тот день, 13 июля 2013-го, они ехали на уазике на дачу. Прямая дорога, одна полоса. Остановились рядом с разделительной полосой. Муж включил поворотник налево. На встречной полосе ехала машина, он ее пропустил. И после того, как он убедился, что никого больше на дороге нет, он начал поворот. Я в это все время как раз смотрела, сидела на встречную полосу и никого там не видела. Пересекли встречное движение и почувствовала удар. И как бы машина накоренилась, отвалилось левое переднее колесо у нас. За полтора года эмоций не осталось. А тогда, после сильнейшего удара, супруги даже не сразу поняли, что произошло. Помнят только, что выбежали из машины и увидели на дороге, метрах в 50, тело человека. Еще дальше мотоцикл. Я сразу на обочину машину припарковал и сразу побежал, мало ли, муж помощи оказать. Водитель УАЗик тоже выскочил, я ему махнул, говорю, я сам схожу. Но он тоже вышел. Девушка вышла тоже, там у нее истерика, она как увидела. Я подошел к мотоциклисту, просто его осмотрел и понял, что все. Презинка в жизни он уже не подавал, он был сильным поломан был. Отец и сын Хохловы как раз выезжали с той самой дороги, куда собирался поворачивать УАЗик. Они видели момент аварии, и по их общему мнению, хоть и было светло, несущегося мотоциклиста на той дороге увидеть было непросто. Конечно, мотоциклист миномат. Во-первых, он с такой скоростью там не ездит. Там и пешеходный переход, и остановка. Это по-любому уже по правилам он должен был сбросить скорость. А он как летел, он так и летел. Там подъем, вот из-за этого подъема, там видимость ограничена. Легковую машину там видно только одну крышу. Погибший 29-летний Сергей Чебнев скончался на месте. Как выяснилось позже, парень сел за руль мощного мотоцикла, не имея прав нужной категории. Да еще и алкоголь в крови обнаружили. Но главное, что при всем при этом он ехал с большой скоростью, не меньше 120 км в час. Вылетел из-за пригорочка. Как тут увидишь? Где-то полгода, наверное, точно у нас рассматривалось дело в Волоколамске. Сменилось несколько следователей. И вот как раз-таки, какой он, второй, наверное, следователь, который разбирал дольше всех это дело, он посчитал, что супруг у меня невиновен. И дело было закрыто. А спустя почти год Степановы вдруг узнали, что их дело почему-то отправлено на доследование в Главное следственное управление МВД по Московской области. И вот теперь Дмитрий оказался виноватым. Буквально за три месяца, не уведомляя нас, было проведено дополнительное расследование, проведена новая экспертиза. На основе новых данных, которые были без нашего участия, также проведены эксперименты. По результатам нам предъявили обвинение, ознакомились с материалом уголовного дела. А инициировали доследование родители погибшего парня. Они, видимо, решили во что бы то ни стало наказать водителя УАЗика за гибель сына. Правда, как они добились повторного расследования, аж год спустя, непонятно. Поговаривают, кто-то из родственников у них в полиции неплохую должность занимает. Так это или нет, не проверить. Мы хотели было спросить их самих, действительно ли они так уверены в невиновности сына, что достучались аж до самого верха. Но родители на появление нашей камеры в суде отреагировали агрессивно. Пожалуйста, честно. Не могу вот этим залом. Я подожду решение суда, туда в передовую. То есть вы отказываетесь от участия в премии? Я ничего в считанке буду. Находите в такой атмосфере. Я не могу. Я не могу. Правда, потом отец погибшего мотоциклиста все-таки согласился сказать пару слов. Нам было не до этого. Вы сами понимаете, наш стой. И они нам полтора года морочили голову. Полтора года, понимаете? Пока мы вот жалобу не написали в Главное следственное управление. Родители Сергея, естественно, не хотят верить в то, что их сын мог стать виновником аварии. Для них он был и останется хорошим мальчиком, жертвой. Он закончил почти на отличный университет юридический. У него была очень хорошая работа в банке. Он работал в этом по юридической фирме службы экономической безопасности. А за Саверна ли та информация, что Сергей был пьян? Нам в морге сказали, что нет. И мы дальше ничем больше не занимались. Откуда выпало все это, я не знаю. Был он пьян или не был пьян, я не знаю. 1,2 промилле – средняя степень опьянения. Официально подтверждено экспертизой. Известно наверняка, что Сергей в тот день выпивал и ехал домой со дня рождения знакомой. Зачем было садиться в таком состоянии за руль? Может, и были у него веские причины, но мы о них не узнаем. Хотя родители ни в опьянение, ни в превышение скорости не верят. Их можно понять. У них сын погиб. Скорость не определена. Потому что как вы определите скорость, если нет тормозного пути? Она была в воздухе. Это тоже эксперты определил. Что все было в воздухе. И уже когда он полетел... Тормозного пути, может быть, и нет. Да только чтобы УАЗик протаранить, это надо очень постараться. Это ведь военный автомобиль. В народе его еще называют «козлик». А тут вон какая вмятина. И это при том, что УАЗик только тронулся. Скорость даже не набрал. Мы не знали, что есть мотоцикл. Я категорически бы это запретил. Но я понимаю, что у него не было прав. Потом, ну, как они определяют, что он был... Может, был алкоголь. Может, не был. Прав не было. Опыта тоже. Парень купил мотоцикл всего-то пару месяцев назад. Причем аппарат приобрел мощный. Не для новичков. Вот и не сориентировался на сложном участке дороги. Вылетел с пригорка и не притормозил. Так что ответ на вопрос, кто в этой ситуации виноват, напрашивается сам собой. Большая честь, я очень сожалею о случившемся. Я не считаю в этом человеке себя виновным в этом ДТП. Я очень сожалею. Как бы с этим жить дальше? Тем не менее, Дмитрия Степанова признали виновным и назначили наказание. Два года колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить компенсацию родственникам погибшего – один миллион рублей. Мужчина подал апелляцию, и, возможно, дело еще решится в его пользу. Ведь странно, что суд признал виновным не того человека, который нарушил как минимум три правила дорожного движения, а того, кто просто попался нарушителю на пути. За все в этой жизни приходится платить. Знакомая фраза «Только в данном контексте» звучит как издевка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...